Всех приветствую! Сегодня 1 ноября. Я хочу показать всю свою коллекцию домашних растений, которые я сколлекционировала в течение нескольких лет. Давайте приступим. Всем приятного просмотра. Обзорчик будет долгим, длинным, потому что растений у меня очень много. Наберитесь терпения, наливайте чайку, кофейку, может у кого-то обед, завтрак, ужин, чего-нибудь посытнее, супчику, либо мясной с гарнирчиком накладывайте. И приятного просмотра всем! А начнем мы со стойки в прихожей, на которой у меня располагаются в основном филодендроны. Здесь у меня небольшая коллекция филодендронов, так как остальные все на стеллаже, сюда все не умещаются. Они растут очень быстро, не по дням, а по часам, потому что подсветка горит от 12 до 14 часов в день, и им это очень нравится. Наращивают они свою листву замечательно при таком световом дне. 12 часовом или 14 даже, когда как получается. Ну, здесь у меня еще располагается шлюмбергер, моя красотка, которую я отправляла на зимовку обязательно. Нужно это делать с весны ранней и по осенью, по октябрь-ноябрь. Такая вот замечательная шлюмбергерочка у меня, две расцветки в горшке, желтая и белая, все практически сегменты на бутонах, не все еще распустились. Вот белые уже раскрылись много, желтые еще не все. Точнее желтые еще не начали даже раскрываться. Так, давайте покажу, что внизу находится. Здесь у меня агавы бригадные стоят, две штуки, потому что сюда растения с обычными листьями тонкие не поставишь. У меня есть киска, которая их лопает, жует кактус. И здесь вот традисканция. Традисканцию пока она не трогает. Здесь у меня временно стоит спатифилум, спилдмилк сортовой, пролитое молоко. Во время съемок сейчас я поставила его. Филодендрон биркин. Параиза верде, пилодендрон. Варигатный, но со слабой варигатностью. Есть у меня еще один экземплярчик на стеллаже. У него уже варигатность намного ярче. Здесь практически не видно. Флорида бьюти альба. Красоточка. Очень крупные листочки. Камера не передает. Крупные, беленькие. Ринг оф фаер. Извиняюсь, принц оф оранж. Перепутал его. Хосе буэно. Голд сатин. Тенуа филодендрон, широкий лист. Билетау оранжевые ножки. Это новый лист его. И это красавчик. Африканская фантазия. Тоже филодендрон. Там тоже новый листочек вырастил. Очень огромный. Под потолок. Здесь у меня эпипремным золотистый укореняется. Вот так все это выглядит издалека. Африканская фалка. Африканская филодек. Готовя. Это Биркин, красавица. И еще есть Глориозум. И еще есть Глориозум. Следующую я покажу спальню. Это будет стеллаж. Давайте все подробненько рассмотрим. Начнем с верхней полки. Здесь у меня папоротники. Это досада. Очень у нее длинные ваи до метра. Здесь, конечно же, сейчас на камере не будет видно. Вот они продолжаются. Следующий папоротник это Микросорум. Все папоротники у меня очень большие, в объеме, в диаметре метр. Здесь камера тоже не передаст, конечно, этого, что они огромные. Возможно, кому-то удастся разглядеть. Адиантум тоже уже не лезет ни в какие ворота громаднейший. И Флебозиум Давана. Вот этот, наверное, меньше метров в диаметре. Где-то, может, сантиметров 70 пока. Но он пушистенький, красавец. Переходим на следующую полочку. Здесь у меня Хоечка Кампанулата. Так, там сзади стоит Хоя Финлансони, которую мы с вами попытаемся разглядеть. Здесь филодендроны. Одну часть я уже показала сейчас в прихожей. Так, это у меня Карамелька. Карамель Марбл. Не вригатная, обычная. Голден Крокодил Филодендрон. Солнечный красавчик. Обожаю его. Это у меня Монстерка Таечка. Тайское созвездие. Это мой дублик. И орхидеюшки. Это Феррара. Желтая орхидейка. С деткой. И еще три орхидейки. Это Карибская мечта моя новиночка. Так, это Моушен. Тоже новинка этого сезона. А это название, я не знаю, но похоже на калейдоскоп сорт. Но, по-моему, это не калейдоскоп. Зацветает, кстати, она. Там в глубине Филодендрон Малайя Голд. Боюсь, слишком близко телефон подносить. Он может выключиться. Не хочет фокусироваться. Вот. И Филодендрон Розовая Принцесса. Это у меня крупный сорт. Тайский. Такой красавчик. Так, здесь у меня Борзига Монстерка. Борзига Монстерка. Борзига Монстерка. Борзига Монстерка. И Косифлор Летучая Мышь. Спускаемся на следующую полочку, на которой очень много растюшек. Дисхидия Гэри. Замиокулькас. Черный Раван Малыш. Рэд Андерсон Филодендрон. Я его обрезала. У меня Хоечки. Компактово-регатная. Ловинка этого сезона. Такую малышку я приобрела. Это Вайетти-регатная. Очень яркая она у меня. Что-то не хочет фокусироваться сейчас. Ондулата. Тоже покупала в этом сезоне летом. В два листа была. У меня растит она сейчас уже. Третий домашний лист. Филодендрон. Карамель. Так, это не карамель, это другой сорт. Это у меня новиночка этого сезона. Дисхидия. Иоанта. Авата. Монстерка с желтой регатностью. Это у меня дельтовидный грофлифс фикус на продажу черенок. Бегония Макулата. Филодендрон. Блэк кардинал. Так, там внутри как бы добраться до моих джунглей. Ничего не повредить и никуда не нажать. Сейчас попробуем. Хоечка Кэрри Спот Маргин. Новиночка этого сезона. Антуриум Сильвер Блаж тоже новинка этого сезона. Хоечка Лата Искандер тоже новинка этого сезона. Так, там у стены у меня фикусята Дегантель. Беленькие. В пипремном Годзилла, если увидите. Вон она. Годзиллочка варегатная. Монстера Архипелага. Красотка. Тут у меня хоечка Лазианта. Зацветает. Филодендрон Белая Принцесска. Начала мне выпускать очень красивые и крупные листочки. Не хватит. Фокусируется. Ну ладно. Так, это у меня красавец Тортум. Новый листочек вот такой интересный. Вот еще. Лист его. У меня Бегония. Криспа. Кучерявая. И хоечка. Забыла ее название. Это сорт подобной Лазианты. Тоже желтой теплятки. Так, тут у меня Белетау Мраморный. Вот более варегатный экземпляр. Это монстерка желтая, ушедшая в зелень. Хоечка Локи. И монстер Минима. Две фиалочки. Мелоди Герл. И еще одна красная. Название ее я не помню. Бордовая точнее. Темно-бордовая такая. Это у меня эпипремный пенатом варегатный. Красавец. Но белые листочки вот так вот портят. Очень сильный варегатный экземплярчик. Так, далее это Крилодендрон Негр. Черные ножки. Бегония. Природник. Очень красивое название. Не помню. Крупные такие листочки начала наращивать. Вот эти листья прям очень крупные. Так, там у меня Хоечка Куртиси. Тут небольшой хлорофитом кучеряшечка. Лерата фикус варегатный. Варегатный. Это у меня поликторантус варегатный. отельный. Лерата фикус варегатный. Лератный. У меня поликторантус варегатный. Варегатный. Филодендрон Ринго Фаер. Там еще один Плектрантус. Снежное Бринье. Все разрослось. Очень тяжело показывать. Близко не подойдешь. Антуриум Блэк Лав. Черный. Новиночка этого сезона. У меня Пумила Фикус. И Бегония Фиста. На самую последнюю полочку переходим. Здесь в основном у кореняшки. И излишки на продажу. Это у меня Бутилончики. Мегаботамский. Веноснежка. Папоротник. Асплениум. Скалопендровый. Редкий живродящий папоротник. И очень капризный. Любит прохладу. Прохладу и прохладу. Хоечка Мультифлора Черенок. Здесь у меня Филодендрон. Вайт Кнайт. Монстерка Крастанианум. Это на продажу черенки Тортум. Филодендрон. Фикусы. Белата. И Гигантум. По идее он варигатной. Варигатности пока нет. Это детка. Буду надеяться, что она проявится со временем. С возрастом. Это у меня Антуриум Шерцера белый зацветает. Там бутончик у него. Белый. Наверное не разглядите. А вот, кстати, видно его. Хоечка Германи. И тут уже у куреняшки всякие разные. Следующая партия растений это на комоде. И на небольшом стеллаже. Фикус Нью Клон Альтистима. Красавец. Сверху не такой он роскошный смотрится. А вот снизу, если его поставить на пол, он нереальный красавец. Листья очень крупные, у меня растет по 20 сантиметров. Даже по 25 некоторые есть. Так, Фикус Алиам Сталголд. Тоже яркий, безумный красавец. Это у меня с потифилом крупный. И Фикус Оригидан. Тут у меня Эпипремум с желтой варегатностью. Пенатум. Yellow Splash. Обрезала его. Очень много черенков укоренила. Штук 10, наверное. Скоро буду сажать все вместе. Чтобы был пышный кустик хлорофито. Это не океан. Это другой сорт. Название забыла. И там внутри у меня Фикусята Golden Monique. И Golden King. Не пролезу туда близко. Так, наверху здесь у меня немножко тоже растушек стоит. Я посеяла семена душица, мелисы и бергамота. Третий горшочек еще есть. Он пока с пакетиком. Но там тоже проросло уже. Буду пить чай с мелисой, с душицей. Вот там бутилончик холодный, сердце красный. Это у меня Монстера Борзига варригатная на продажу. Так, тут у меня Монстерка Эскуалету. Очень крупная. Классная дамочка такая. Это моя новиночка. Орхидея Ванда. Купила на свою голову. Ухаживать не особо знаю как. Конечно, прошерстила весь интернет. Но все равно я пока еще без опыта к ней. Мы привыкаем друг к дружке. Она взрослая, ей 6 лет. Купила на Авито, недорого. Дорого бы не взяла. Потому что на них цены бешеные. Цены в тысячах. А я на пробу взяла. Недорого. И попробую с ней повозюкаться. Это у меня моя котлейка орхидея. Пересадила ее недавно. Тут у меня черенки пенатума. Бипремнома. С желтой варригатностью. Которые я буду сажать. Все вместе для пышности. И здесь так быстренько пропегусь. Еще одна полочка с растюшками. Это абатилон мегапотамский. Зимует у меня здесь под лампой. Это пеларгонии душистые. Вон они красоточки. Жирненькие такие у меня. Тоже пеларгошка душистая. Дорого. Пеларгония пеларгония. И еще. Еще такая пеларгония душистая тоже. Там пеларгошки. Пеларгония крокодил. Красавица. Яркая. Лаврик. Пеларгония плющелистная. Фиолетовая. Тут у меня желтые бегонии, махровые, клубнивые. Укореняются черенки целой кучи. Вот они. И есть еще вот такая традисканция белая. Вот он сверху. Фикус Нью Клон. Красавец. Следующее будет окно в спальне. Там у меня около окошка сеткриазия. Пурпурная, варигатная. Фикус Дельтовидный Груф Ливс. Тут фикус Дегантель. Он с таким толстым стволом, но я его обрезала почти на лысо. Только-только начинает обрастать. Фикус Даниэль. Он большой. Стоит около окна, но здесь его закрывают растюшки другие. И фикус Реджинальд. Тоже огромный такой у меня экземплярчик. Но джунгли-джунгли такие у меня здесь. Еще и отсвечивает. Балиссе Асбальфура. Балиссе Асбальфор. Балиссе Асбальд. Балиссе Асфобиан. Болисцер спиноккио Новинка этого сезона Обалденный красавец Обожаю мой любимый сорт Дегантель фикус Фикус еще Голден кинг Попробуем Подойти к окну ближе Здесь у меня красула Авата варигатная Хоечка кэри Спот Центр И вон там по хеклада Немножко видно хоечка Монстер борзига варигатная Такой новый лиц Шикарный Крупный Разрезной Листочки свои Раскидала все Здесь и не видно Их практически Все Вот такая мощная С воздушными корнями Красоточка Дальше посмотрим Что у меня сверху здесь висит Подвесных кашпо Это церапеги варигатная Она очень длинная На самом деле Вот здесь заканчивается Закрыта Дорогими растюшками Вон там у нее клубочек Хоечка кэри Альбом аргината Крестовники Это героина Дельфинчик Тоже крестовник Он у меня огромный И крестовник Обыкновенный Круглый Хоя Публикаликс И традисканция Сила Монтана С желтой варигатностью Это были растюшки На окне в спальне А мы Следуем дальше Немножко покажу Вот тут у меня еще Стоят растюшки Это фикус Аурея Очень длинный Очень высокий Это бутилончики Мегапотамский Фикус Голден Моник Бегония Грифон Он на самом деле Очень большая И закрывает ее Фикус И другие растения У меня фикус Гантель И фикус Твилайт Вот так и выглядят Папоротники Сверху Это моя Юлочка Рукари Фикус Лерата Бомбина Он такой красавец Переходим в зал К стойке Вот такая у меня стойка С растениями И вот так здесь Все это выглядит Давайте рассмотрим Все растюшки Это замиокулькас С потифилом Сенсация И вот так Продолжение следует... 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 И лауренти рядышком. Следующие растения будут на подоконнике. На окне в зале. Это вот такая шикарная хоечка. Латифолия. С очень-очень крупными листьями, которые достигают 25 см при хороших условиях. Есть у нее такие листочки, несколько штук по 25 см. Тут у меня располагаются антуриумы. В этом году я заболела ими. И себе завела небольшую коллекцию. Это антуриум Дакота. Дакота старая. Крупный сорт. Красные цветы. Это у меня черные антуриумы. Black Paris и Black Beauty. Два. Это антуриум Юта. Тоже новиночка. Вот такой новый листочек она мне выдала. Очень крупный. Антуриум Гукери. Тоже новиночка этого сезона. Варигатный. Варигатность тоже пока не такая яркая. Но она есть. Вот он в Гукери. Вот немножко варигатность видна. Очень крупные листочки. Вот этот лист 60 см. Там 5 листьев, но все не увидите. И так же моя новиночка. Антуриум Клоринервиум. Обалденные бархатные листья. 6 штук. Купила я в этом сезоне. Не так давно. Где-то в сентябре месяце. Цветет. Но заслуга не моя. Зацветал. Начала зацветать у девушки. Далее это у меня Фикус Умбилата. Крупный такой красавец. На штамбе. Я его обрезала недавно. Обрастает. Пока листочки у него не такие крупные. Но достигают тоже 25-30 см. И даже ближе к 40 см. Подходит, если ему дать много света, но не яркого. С притенением. Яркое он не любит. И новый грунт. Частенько пересаживать. То он будет растить очень крупные листочки. Это, конечно, не зимой. А я имею в виду рост, когда у него будет весной и летом. Это у меня спатифилом джемини. Немножко я уже подустала. Почти 50 минут снимаю. Еще будет окно на кухне. Спатифилом джемини. Красавец мой. Здесь у меня фикусы. Это фикус велютина. велюровый. Вот такие крупные листья. Очень крупные листья у него. И они такие прям бархатные. Даже велюровые. Ствол у него рыженький и волосатенький. Очень прикольный. И фикус лирата колумнарис. В масштабе буду обрезать его весной. Сверху у меня в подвесных кашпо эпипремнумы. Обычно я их переворачиваю сюда лицом, но сейчас немного подустала. Переворачивать не буду. Так как я недавно еще снимала обзор как раз этого окна. Можете посмотреть, как будет он предыдущий этот обзор. Так, это у меня Марбл Квин. Дальше. Сандапсус пиктус. Марбл Эппл. Мраморная яблочко. Это у меня золотистый крупный сорт. М. Джой. Очень пышный кустик. Сзади, конечно, не так видно. И еще один золотистый. Тоже крупный сорт. Это было окно в зале. А, еще забыла показать монстерочку свою, тайечку. Как же я про нее забыла-то. Такая красотка. Тайское созвездие. Вот она. Разворачивает новый листочек. А мы с вами переходим на кухню. Не показала еще Сандапсус неон. Сначала покажу мою красавицу Налину. Такую вот девочку мою большую. Она здесь закрывает все цветы мне. Самая первая стоит. И сейчас я ее уберу, чтобы мы с вами разглядели остальные растюшки на подоконнике. Еще раз покажу ее на столе. здесь конечно фокус плохой почему-то как-то темновато. Давайте перейдем к растениям на подоконник. Здесь у меня их тоже очень много. Так как я обожаю растения, у меня их везде очень много во всех комнатах. Не только на окнах, как вы уже заметили, на полках, в различных стеллажах. Я общий вид показываю пока. И сверху у меня растения еще висят. А теперь посмотрим по отдельности. Это олеандрик. Вот такой. Так, за ним стоит хоечка кэри. yellow splash с желтой серединкой. Так, вот тут немножко видно макрофилово регатное хоя. Это моя мединила. Вот такие у нее белые точки, как перхоть. Это ее такая вот у нее способность удалять их. Особенность. Так, далее это у меня гибиску слеполисный. Гибиску смутабилис очень крупные листья, 25 сантиметров. Не выдает камеру, вообще смотрит самолюсеньким. Отдыхал он у меня в открытом грунте на даче. и вот после этого начал наращивать просто обалденные листья. Как я буду его резать и укоренять, я не знаю, с такими громадными листьями. Листья просто бомба. Пархатные такие, приятные на ощупь. И огромнейшие. Так, тут у меня хоечка Локи. Она цветет. Эта красотка без конца цветет. Ни в какой не хочет фокусироваться. Не хочешь как хочешь. Вот такая она у меня. несколько кустиков тут в горшке сидят. Бегония. Коралловая фуксия. Вот такая огромная фуксия. Резать буду ее либо в январе, либо в феврале. Омолаживать. зимовать будет вот так с листочками. Так, а бутилончики вот тут видно. Это желтый лютик. И белоснежка цветет. Хоечка карноза. Кринкл 8. Пахиклада. Пахиклада. Пенаргония. Тушистый бантросай. Вот так она у меня разрослась за лето на балконе. Тут еще одна кэри хоечка. Кэри сплэш. Так, там прячется бугенвиле эрегатное после обрезки. Пускай так зимует. Тут у меня кстати еще есть орхидеюшка белая. Так, кого еще не показала, это макрофила хоечка. подков голд сорт. Хоечка балла генсис. Лиза австралийская варегатная. Вот так вот сквозь джунгли показываю, потому что туда не пробраться. еще одна австралийская хоечка. Она уже зеленая, не варегатная. Очень крупные листья растут сейчас. Хоя меридичи начала активно расти осенью. здесь все растения не разглядим. Только два листа видно. Попробую сейчас еще. Вот еще новые листочки у нее. Крестовник крупноязычковый. Это уже растения сверху пошли. Подвесных кашпо. Вот такой он у меня длиннющий. Разросся за лето. будем так зимовать тоже с листвой и начнем уже черенковаться где-нибудь в декабре в январе. Тут у меня хидера мои плющи зимуют в этом году. Это варегатный который я привозила из Сочи. Очень крупный очень беленький. Шикарно красивый. Далее вот такие тоже это все в основном привезенные с юга. Так как у черяшечка. И с желтой варегатностью очень пышный плющ. Дальше это хоечка кэри yellow сплэш с желтой варегатностью на балконе у меня жила все лето. Обалденные листья сейчас до сих пор наращивает. Крупные красивые. Это у меня церапегия зеленая тут отсвечивает. На самом деле она очень длинная. Все в кадр я не смогу ее поместить. И вот такой еще плющ варегатный крупный. на стене вот такая у меня полочка подвесная тут хидерки две штуки и плектрантус варегатный. И вот на этой стене еще над раковиной у меня висит тайский цендапсус. Вот такой шикарный куст крупный густой. показала все растения которые живут в моем доме. Больше у меня их нет. Буду на этом закругляться и желаю всем отличного настроения здоровья благополучия и до новых встреч пока пока